ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Савдарин Вахидов. Я представляю клуб «Пересветь». Мне 27 лет. Я спортивную карьеру начал достаточно поздно. Я 22 года начал тренироваться кикбоксом. Потом где-то 6-7 месяцев потренировался. Перешел в «Пересветь». И тут начал по ММА тренироваться. Начал с любительской группы. Меня тренировал Александр Шаблей. Буквально через месяц я выиграл в Ростовскую область по ММА. И надо было ехать на ЮФО. Мне сказали, что в сборную приходил тренироваться, чтобы подготовиться. И вот так же пошла дальше. Поэтому поехали на ЮФО, потом на Россию. Профессиональный перебой сделал. Был клубный чемпионат России. И мы участвовали в файт-найте. Проходил сборы в Махачкале. Оттуда приехали в Ростов. И мне сказали, что в клубном чемпионате будешь участвовать. Мы поехали в Москву. И мы дрались с командой Дагестана. Академия ММА. И у меня был там хороший соперник. У меня дебют был. У него там 3-1. Был рекорд. Я был готов очень. Потому что сборы прошел. Я был уверен. По воле свечебного я выиграл этот бой. В Лиге ПРФС я в других организациях дрался. Ну, чтобы в Лиге подраться надо было. Чтобы хотя бы нормальные профессиональные бои были. Вот. Я 2 боя сделал. И потом 3-й профессиональный бой. Мне предложили ПРФС драться. Я с радостью согласился. Я очень ждал этого. Перед поединком очень много волнуешься. Очень много эмоций. Надо настроиться на это все. Вот выходя в ринг, уже плитка закрывается. Там уже только о боях думаешь. Ничего. Это все проходит. Закончил бой досрочно. Нокаутом закончил. Но это я не планировал ничего. Это в бою. Нокаут нельзя планировать. Оно само приходит. Когда ты целишься на нокаут, это никогда не получится. Ну, для меня, для мотивации очень много есть. Я очень многое прошел в жизни. И я не могу все рассказать. Что-то прошло. Это не люблю. Это в прошлом говорить. Но есть достаточно мотивации. У меня трудная жизнь была. Поэтому мне это нравится. И я чувствую себя в спорте очень хорошо. Поэтому занимаюсь этим. У меня соперник Степан Горчевченко. Но он боец. Дерется в стойке. Думаю, мы покажем очень зрелищный бой. Зрителям будет интересно. Два раза лучше надо делать, чтобы ты на новый уровень перешел. То же самое. Тут ничего особого, нового нет. Просто ты делаешь свою работу дальше. Ты оттачиваешь это все. Я со многими дрался здоровее. В 84 весел дрался на 93. У меня были очень много большие, крупные соперники. Характер очень много решают. Если у тебя характер нет, то насколько бы ты не готов. Если ты духом слаб, то ты не сможешь выиграть. Надо иметь характер в первую очередь. Насчет трек-штрокинга. Мне это не нравится. Потому что если человек сказал, что надо это сделать. Где гарантия, что ты можешь кого-то выиграть? Как ты говорил до боя, где гарантия, что ты его так выиграешь? Ну, если это не сможешь сделать, значит, ты не отвечаешь за свои слова. 19 мая 2065 будет очень интересно. Будут очень интересные зрелищные бои. Хочу, чтобы все приходили, поболели за нас.